Гениальные идеи приходили резко, неожиданно и в какую-то странную минуту. Лежу я, значит, сейчас такая, никому не мешаю, у меня свободное время перед парой, предпоследняя пара, никому не мешаю, просто лазаю в ТикТоке, листаю ленту Инстаграма, ТикТок, ВК, переписываюсь, и мне приходит гениальная мысль в голову, как обычно, снять неделю влогов. Вы меня очень давно просили снять неделю влогов, очень часто мне пишите вы об этом в комментариях, но мне никак не удавалось это сделать, потому что это довольно-таки сложно, морально, физически, как только можно, так и сложно, ну, лично для меня. У меня через три минуты начинается пара, вторая математика, первая у меня тоже была математика, вот, поэтому я пошла заходить в Zoom. Пришли мы домой, были сегодня в торговом центре, гуляли, Илья укупила себе портмоне, если у него будет желание, он вам покажет, снимает тоже видео, портмоне. А мне подарочек в виде пакетика из Ривгоши, давайте я вам покажу, что там есть. В общем, ему порекомендовали консультанты, вот такой набор, здесь у нас бальзам для губ, и тушь. Давайте откроем, посмотрим. У меня впервые такая красивая косметика. О, нафигеть. В общем-то, вот это, я так понимаю, бальзам для губ. О, на магнитике, прикольно. Вау, класс. Хочу уже быстрее завтра попробовать. Так, магнитик. Класс. И тушь, тоже очень красивая. Сейчас одной рукой не открою, хочу вот так держать. Слуха. Класс. Надо завтра будет попробовать. Думаю, мне понравится. В общем, я накрасила свое лицо, уже сделала тон, контуринг, румяна, хайлайтер, забыла единственное что. Ладно, я его потом сделаю. И брови еще не уложила, но это я тоже и сделаю после того, как я попробую ентут наборчик. Именно тушь. Потому что гигиеническую бумагу, вот этот бальзам, короче, он придает небольшой оттенок, и мне жалко бы просто так увлажнять им губы, поэтому я буду его красить, когда буду выходить на улицу, то есть перед выходом. И он, кстати, довольно-таки долгодействующий, то есть он довольно-таки долго держится на губах. Вот так. А с вами сейчас попробуем вот эту вот тушь. Кстати, обещала вам сделать обзор. Вот это моя теперь, на данный момент, любимая тушь. Я ее покупала месяц где-то назад в магнит-косметике от Stellar. Я вам ее тоже уже показывала в видео про мой макияж. Onyx Black Mascara. Это тоже для ресниц с эффектом объема, удлинения и разделения. В общем, она очень классная и действительно выполняет свои функции. У нее кисточка, как я люблю, то есть такая тоненькая, которая как раз-таки разделяет и делает объем и удлиняет. Вот прям максимально классная кисточка для меня. И, кстати, она начинает уже заканчиваться, то есть уже начинают появляться пробелы в ресничках, то есть не так хорошо прокрашивают, как была новая, естественно. Илья мне подарил вот эту тушь и у нее не привычная для меня кисточка, она толстая. То есть такой я никогда раньше не пробовала красить свои ресницы, поэтому сейчас мы с вами этот проект перемендируем и попробуем. сейчас я накрашу и вернусь к вам. В общем-то, я вернулась полностью накрашенным правым глазом. Вот так он выглядит. Тушь хорошая, но пока что я не научилась правильно красить. Я не знаю, из-за того, что щеточка довольно-таки объемная, нужно приучиться и настроить ее как-то с правильным углом, но так хорошо проглаживает. И главная, наверное, фишка этой туши это объем ресничек, то есть она не столько, сколько удлиняет и разделяет, она скорее делает объем. Но, в принципе, разделяет тоже неплохо. С удлинением и разделением она тоже хорошо справляется. Все, я накрасилась, у меня уже осталось 20 минут до конца пары и будет отдых. Я уже буду потихонечку собираться и идти к Илье, наверное, пока не знаю точно. Вот. За это время, пока у меня шла третья пара, я успела докрасить свой второй глаз, покушать. Я забыла вам снять, что я кушала, но это была очень вкусная рыбка, жареная с рисом. Я была в восторге. И сейчас нашла в ТикТоке очень интересное видео. Это теперь вещи, которые я очень сильно хочу. Сейчас вам покажу. Миленькая картина, только она уже как будто бы раскрашена. Вот так, мне кажется, даже легче будет. Вот такая качественная на самом деле, я просто в щеке. Прям нежненькая. Начнем с номера 15. Как же я обожаю раскрашивать картину по номерам. Смотрите, какие краски неплешивые. Это однозначно должна получиться очень красивая картина. Промежуточный этап. Розовый цвет, зеленый. И так остался последний черный цвет. И вот такая картина у меня получилась. Очень яркая и прикольная. В общем, я теперь безумно сильно хочу эту картину. Я ее уже нашла на Вайлберисе. Цена, конечно, я не знаю, с чем сравнивать. Сравнивать, если с картиной, которую я дарила Илье, которая с нашей фотографией, это как бы дешевка. Но если сравнивать просто с картинами по номерам разных рисуночков, то это как бы дорогая квартира, картина. Вот. Я нашла ее на Вайлберисе. Кому интересно, пожалуйста, вот так вот. можно ее найти. Я посмотрела комментарии. В общем, смотрите. Девочка разукрасила. Это очень красиво. Я, правда, не знаю, куда это можно поставить, но это прям красота. Мне нравится. Теперь я хочу себе такую картину. И еще там в наборе идут такие наклеечки. Тоже классно. Мне тоже надо. Все, мне надо. Все, все. У меня заболела Настюха. Она не ходила в колледж. В два наших единственных очных дня. И сейчас сидит, болеет дома. Я к ней решила зайти, подарить ей киндер-сюрприз, порадовать ее. Вот, я думаю, она обрадуется. Посидеть немножечко. Навряд ли она захочет сниматься, поэтому я не буду ее заставлять. Пусть болеет, отдыхает от съемок. Я и там в последнее время, я думаю, достала своими видео. Вот так. Так что сейчас уже буду заходить. Здравствуйте. Всем привет, земляне. Это что такое было? Всем привет, земляне. Это привет свиновый. Ой, свет плохо падает. В общем, я пришла к Илюше, посидели мы с Настюхой. К больному Илюше. От одной больной к другому больному. У меня прекрасные будни в последнее время. Вот, стоять, бояться, сказали. Что я хотела сказать. В телеграме вы уже знаете о покупочке Ильи. Я вам, по-моему, уже во влоге обещала сегодняшним показать, рассказать про то, что я вчера купила Илюша. В общем, покажу вам сейчас тоже тут, но в телеграме вы узнали первую. Итак. Ой, куда-то нажало. Вчера мы, точнее я, нашел себе кошелек клатч портмоне. Это не кошелек. Портмоне, клатч. 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 Портмоне вообще-то называется. Клатч. Его любви, он о нем мечтал, давно хотел. И вот, давайте посмотрим, как он выглядит. Кстати, он из натуральной кожи. оп. Такая салфеточка. Такой тяжелый, капец. Больше ничего нету. А, Вон, видел? А что ты не оденешь? Просто не френал, как-то видишь. Ну вот, смотри. Ну да, не надо, я понимаю. в общем, он очень большой. Смотрите, вот моя ручка и вот этот клатч. Огромный. Так пахнет. Как твоя сумка. Серая. Вот моя сумка, чтобы вы понимали. Ну да, приблизительно такая. здесь с задней стороны есть вот такой ремешочек, который можно держать, но он тяжелый. Так откроем, посмотрим отделение, что у него тут лежит. Документы. Тут документы. Тут нет. Кошелька. Карточки. Много карточков. Документы. Документы. Военник. Мелочь. Так. Ну, кстати, очень много отделений. Разных вообще. Совершенно. У тебя столько вещей нету, чтобы положить. Будут. Оп. Здесь паспорт. Студенческий. И все, покажешь. А я могу пока этого студенческий? Ну что ж такого? Это уже показал. Короче, у них здесь чип, они проходят как карточка. Все, сейчас закроем. Доволен своей покупочкой? Не очень. Почему? Потому что. Доволен. Еще как доволен. Доволен, доволен. Мы что делаем? Ничего не делаем. Я доволен, что я купил это на свои деньги. Свои стипендии. Это твоя, наверное, самая такая крупная покупка, да? Ну, именно за мои деньги, да. Мы ходили вместе с учителями Ильи в торговый центр. Вот. Я сейчас покажу, что купила мама Ильи вчера. Не знаю, возможно. Мы делаем что-то не так, но он не сильно хорошо взбывает молоко. Смотрите. То есть он не сильно хорошо взбивает. Там батарейки? Да. Он такой плотненький, ну, серьезный. Ты серьезный? Ну. Вот. В общем, сейчас будем пробовать капучинатором капучинить молоко. капучинить? Да. Ты капучинить. Ты это не откроешь. Давай, откроем. Не влюбляйся, милая. Чего не так? Нормально все. Подвините стаканчик посетим. Посетим. Что, еще вытирали? Не расплавился сыр или нет? Короче, я немножечко совсем налила. Попробуем. Ну, вроде бы пеется. Давай. Да я хочу сама. Держи, хочу попробоваться. Ни разу не попробовала. Не, попробую. Что-то херово, да? Нормально. Ну, я все вижу, даже вспенилось. В общем, смотрите, какой кофе получилось. Капучинатор, нервный. Вот, ты. Да. В общем, я пришла домой. С помощью мамы сейчас я сняла кусочек для влога, который вышел уже с рекламой DJI. Вот. там очень интересные обувь пришла, очки и сумочка. Поэтому, кто еще не видел, смотрите. Че, че, выходи. На, вот это переключи. У меня это есть. Есть? Телефон. А, давай, перейти на. Расскажи, как дела у вас. Ну, не, значит, я не буду рассказывать. Не, не расчес. Красиво. Не расчес. Расскажи, что не помогало. Не, не хочу. Что вы у вас? Не хочу. Я себя посмотрела по телевизору. Там же такая страшная. Ты не страшный, Клава. Какая-то, губа какая-то вот такая у меня оказывается. Мама, нормальная губа. Давай, сбрасывай. Я пошел спать. Сейчас. А, это чей номер? Чей? Ну, мать сестру. А, мне завтра нужно будет идти в больницу сдавать диаскин-тест от колледжа. Вот, поэтому завтрашнем влоге, неделя влогов, вы увидите меня в больнице. Я так не хочу дойти. Вы бы знали. Пропуск, коллекция, вы тоже. Это, не забудьте. Если тебе понравилось это видео, то прошу тебя перейти вниз под видео. Обязательно подписаться, чтобы не потерять мое видео в потоке других видосов на ютубе, что-то в глаз попало. У кого такая же проблема, что все время волосы в глаза попадают. Я не знаю, откуда они берутся. У меня филия особо не линяет, но откуда-то волосы в моих глазах появляются. Как ты от этого избавиться, я не понимаю. Вот. Подписаться. Это даст мне понять, что вам нравится неделя влогов и что нужно продолжать. И это будет меня мотивировать вставать каждый день и начинать снимать влог новый и новый. Также нужно оценить это видео. Это тоже мне даст знать то же самое, что и в первом пункте. обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео и смотреть его одним из первых. Вот. Также, конечно же, пишите комментарии и у меня есть телеграм-канал, также инстаграм, все ссылочки есть в описании, тоже переходите обязательно. Я вас там буду очень-очень сильно ждать. Спасибо большое за просмотр и пока-пока. До завтра. Завтра выйдет новый влогик, второй день недели влогов. Я вас поздравляю и себя тоже.